За последние сутки серьезно изменилась тональность выступлений западных политиков в отношении Сирии и публикации в ряде влиятельных изданий. Британская газета Financial Times обратила внимание, Москва не дала возможность развивать события в Сирии по ливийскому сценарию, после выполнения которого страна погрузилась в хаос и не выбралась из него до сих пор. Итак, что теперь говорят западные политики и пишут западные издания о смене векторов в репортаже Тимур Сиразиева. Кремль разрушил планы США. По данным авторитетной британской Financial Times, Америка и союзники были близки к введению над Сирией бесполетной зоны. Эти планы перечеркнули дипломатические усилия Москвы и начатая Россией военная операция. Факт нахождения российских военных сил на местах делает абсолютно очевидным то, что любой вид введения США и союзниками бесполетной зоны по ливийскому образцу теперь невозможен. В 2011-м США добились создания бесполетной зоны над Ливией. Это сделали под предлогом защиты гражданского населения. В результате небо оказалось под полным контролем авиации НАТО. Самолет Лианца разбомбили позиции армии Ливия и помогли повстанцам победить. Эта поддержка привела к убийству Муаммара Каддафи и свержению правящего режима. В итоге в стране хозяинчают преступные группировки. Похожий сценарий, по оценкам экспертов, мог повториться и в Сирии, если бы не своевременное вмешательство Москвы. Любая бесполетная зона – это перевес террористов, боевиков и основа свержения любого правительства, как это было в Ливии. Понятно, что в данном случае игра ведется в пользу радикальных террористических группировок, потому что никакой другой серьезной оппозиции в Сирии уже давным-давно нет. Последствия вмешательства извне ощущаются в Ливии до сих пор. Гражданская война длится 4 года. Сотни тысяч людей ищут спасения в странах Европы. Поток беженцев из Сирии более существенный. Если не остановить террористов, беженцев будет еще больше. Бесполетная зона, дающая преимущество боевикам, могла лишь усугубить ситуацию, считают наблюдатели. Бесполетная зона вводится для того, чтобы никто не летал, а будет летать только Соединенные Штаты Америки. И вот они свою давнишнюю мечту свергнуть Башара Асада, наверное, и хотели с помощью вот такого приема и решить. Понимая опасность продолжения сирийского конфликта, европейские лидеры уже не так рьяно поддерживают все стремления Америки. Нависшие над Европой угроза и усилия Москвы заставляют политиков пересматривать свои взгляды. В частности, вместо требований немедленной отставки Башара Асада, пришло понимание, что без его участия мир в этом регионе невозможен. Если ради прекращения конфликта нам придется согласиться с тем, что Асад останется номинальным главой государства на какое-то время, то станет ли меня заботить, будут это три дня, три недели, три месяца или даже больше? Не думаю, что станет. Чтобы найти политическое решение, чтобы действительно достигнуть успехов, необходимо участие как представителей сирийской оппозиции, так и представителей нынешних властей в Дамаске, а также других сил, прежде всего союзников соответствующих групп. В Европе меняется и представление о том, с кем именно нужно воевать на территории Сирии. Раньше речь шла только о боевиках так называемого исламского государства. Однако, отвечая на прямой вопрос, министр иностранных дел Франции Лоран Фобиус признал, опасность исходит и от других террористических организаций. Когда вы сказали, что надо бомбить только исламское государство, вы не забыли о других террористах, таких как Анусра? Конечно, вы правы, это серьезный вопрос. Исламское государство и другие террористические группировки. И вы правы, что в список надо добавить Джабхат Анусра. В свою очередь, президент Сирии Башар Асад заявил, что готов к политическим реформам и даже к отставке, но только после того, как будет устранена террористическая угроза. Будущее Сирии будет определяться на основе политического диалога и всенародного референдума по новой конституции. И я, и правительство будем придерживаться этого пути. Но к диалогу можно будет приступить только после победы над терроризмом. Если мой уход это решение, я без сомнения сделаю это. После начала России и военной операции в Сирии не раз звучали упреки в том, что бомбят не тех и не там. Сегодня министр иностранных дел Сергей Лавров еще раз подчеркнул, «Все наши действия законны и прозрачны». Все, что делается в связи с нашей реакцией на обращение сирийского руководства об оказании военной помощи в борьбе с террористами, является достоянием гласности. И скажу вам честно, я как-то не слышал о планах противодействия нашей работе в Сирии со стороны Соединенных Штатов Америки или кого бы то ни было еще. У нас установлены контакты с американцами по данному вопросу. Контакты более тесные есть с Ираком, Ираном и Сирией. В Багдаде продолжает работать информационный центр. В ближайшее время должны начаться консультации с Израилем. Мы договорились, что через несколько дней наши представители встретятся, чтобы избежать конфликтов, убедиться, что мы не столкнемся друг с другом. У нас разные задачи в Сирии, я свои обозначил. Защищать народ, мою страну. У России другие задачи, но они точно не противовечат нашим. После того, как Россия начала наносить авиаудары по инфраструктуре террористов в Сирии, свою активность решила проявить и западная коалиция во главе США. Однако, как отмечает Нью-Йорк Таймс, это происходит через год после начала американской кампании. И по оценке одного из генералов, коалиция находится в тактическом тупике.